Все вот эти вот замечания, все вот эти вот наши пожелания, рекомендации, мы все это вводим, почему-то простой народ должен все это видеть, а руководство у нас ничего не видит, оно только деньги получает за все. Я в динарной трассе сказала по совете, а вы возьмите мне за свои зарплаты, вот сюда вот по тысячу положите, я хожу за вас, говорю, бегают они, вы, они пешком боятся пройти, а потом смотрю на таких крутых машинах ездят, один, он мне говорит, а у меня машины нету, я пешком ведь далеко идти, я говорю, конечно, далеко вам молодым идти, а потом смотрю на таких шикарных машинах ездят. Машину поменяют, другую поменяют, одну квартиру купят, другую купят, на берегу этого, как его, Ижевского пруда настроят, детям своим все, что это в конце концов, а народ-то что? Значит, откуда деньги-то берут все? Из района? Или зарплату такую большую получают люди? Почему-то Путин, вот я в тот раз задала вопрос, вы ответили мне, почему-то Путин, говорю, урезал заработную плату в открытую, сказал, я урезал зарплату у всех чиновников, у всего аппарата. Путин спросила, что делается в Болезино, урезали ли заработную плату нашим чиновникам? Мне что ответили? Вот, товарищ ответил и говорит, мы нам вот, что у нас урезать-то? Нам только вот если премию дадут, а за что премию-то давать-то? За что премию-то давать? Зарплату-то урежьте, а если ты хорошо поработал, получи ты премию. Было бы хоть дельное, вот я вот сделал, мне премию дать, а то с бумагами сидя... А мы с копейками живем, боремся с копейки на копейку и ничего. И еще из нас это самовысостут вон. Пенсию сказали, что мы всем добавили, а что минимум 8500 мы получали, так и есть. Ни в копейку не добавили, ни в копейку не добавили пенсию. Как было 8500, так она и 8500. Ну в тот раз, конечно, Соловьева чуть не парализовала от моих слов, ну ладно? А две двери покупал, раза два или три с повозкой, что все МПИ еще добавили. Так, дай куда бежу, я вам. В дворах не поспойники тиши. Нету, нету, ни копейка. Как 8500 сделанных, а в магазине уже в дворах... Что сейчас за 8500-то купить можно вообще? А что, вот так и живем, месяц живем. Так и живем. Соловьев, Медведев, везде по районам, по всем регионам высланы деньги. На медикаменты, жизненно важные препараты. До всех районов уже почти дошло, до нашего Болезинского района не дошло. В район, денег нет, говорят, в аптеку зайдешь, из местного бюджета денег нет. Нет денег! Я хожу, вот последний пузырек, то ли дышать, то ли не дышать. 2900 стоит одна упаковка. Некоторые заболевания у меня мужа есть, инвалидность вторая группа. Даже вот такие векарства нет. Вообще не дают ни год, ни никакие. 8000 получается, да? Куда девают это все? Да, 8000 получают. Вот насчет асфальта тоже в прошлый раз сказала. Говорю, сказали, будет дорога 4 метра шириной. Взяла рулетку, измерила 3,30. Где 70 сантиметров асфальта? У кого в штанах осели? Неизвестно. Это по какому адресу? Это с русских садик-теремок съезд. Вот там. 3,30 дорога. А где написано, что 4 метра? А потому что рабочие были там, и когда приезжали руководство, я спросила, сколько тут будет дорога шириной. По проекту надо, проект запросить. Сказали, что будет 4 метра. Запросить проект нужно, проверить. Может быть, 3,30 по проекту. Слушайте, я не инженер. Это все понятно. Вот. Вы, Гражданин же активный. Запросите. Ну так я должна все ходить, что ли это? Напишите на имя главы. Я больная. Вылить, тем более. В одном заявлении сразу все вопросы отпишите. Они нам обязаны будут в письменном виде ответить в течение 30 дней. В письменном виде мне, знаете, ответили на что? То, что скосили, слава Богу, дорожку ведущую в больницу с улицы Кирова до мостика, да? Там вот таким идием все было заросло. И ведь все ходили. И постсовет, и исполком ходят в больницу. Но исполком-то на машинах ездят. Они в Украшковье ходят. Да. Все ходили. С деревень. Что такое исполком? Ну, исполнительная организация наша должна, должны же они это все делать-то. Они для народа должны делать-то. И что думаете? Там все это самое, вот таким бурьяном заросло, и никому не надо. Раз ходила в постсовет, второй раз зашла. Вам не стыдно? Не стыдно. Потом пишут мне письма. Мы скосили. Отчет дают. Скосили. А что, убрано? Да оно все валяется так же возле этой дорожки. Ну, вы знаете, ну смешно. Ну, хозяина в поселке нет. И добрым словом всю жизнь будешь вспоминать печи князя и Бендерского, которые действительно были хозяева. Открытка. Теперь можно показать печи. 최고 это благоприятное.